Со стороны украинских военных. На этот раз под огнём оказался населённый пункт Сокольники. Об этом около часа назад заявили представители народной милиции ЛНР. По предварительным данным, удары наносились с применением крупнокалиберных миномётов из населённого пункта Крымская, которое контролируют силовики. Информация о пострадавших о разрушениях сейчас уточняется. О ситуации в зоне конфликта Михаил Шакаян. Всё помито, всё помито. Вот, насквозь, насквозь. Пенсионерка из Донецка не может сдержать эмоции на камеру. Показывает то, что осталось от её квартиры. В спальне теперь не хватает стены. Вот они, осколочки. Сосидям по лестничной клетке. Они только садились за стол, поужинать не удалось. Спаслись чудом. Услышав первые залпы, прыгнули в ванную. А потом переждали и текали. Быстро. Оно как-то в течение полусекунд. Вот. Вот так бух, бух. И такое что-то тяжёлое было. Просто тяжёлое. Били, говорят очевидцы, со стороны Песок. Только в Куйбышевском районе. Уточняет местная администрация. Повреждены около десятка домов. Четверо мирных жителей ранены. Под огнём. Район Октябрьский. Оно каждый день у нас. Уже пять дней подряд. Вот оно идёт. Вот, да. Раз. Там вот. Накануне одна из мин пробила крышу местного рынка. Пламя моментально охватило торговые ряды. Пока пожарные расчёты боролись с огнём. Предприниматели пытались спасти хоть что-то. Заливайте крышу. Ничего не можем сделать. Пожарники проехать через 7 минут. Ну, там плащ. Всего же ополченцы насчитали более 30 фактов нарушения режима тишины украинскими военными. Дважды сообщают в Министерстве обороны ДНР. Огонь открывали из танков, 4 раза из БМП, 14 миномётных обстрелов и несколько залпов из запрещенных зенитных установок, которых на линии соприкосновения с каждым днём всё больше. В районе Андреевки установлено нахождение РСЗО. В населённом пункте Делеевка выявлена позиция гаубочной батареи Д30 до 8 единиц. ВСУ продолжает усовершенствовать фортизационные сооружения. На трассе Константин-Нокоздержинск установлено местонахождение ДОТов, подземных бункеров. Силы противника концентрируются по всей линии соприкосновения. Неспокойно в Зайцево-Горловке, Спартаке, Ясиноватой, Широкине. Напряжённая ситуация в районе Донецкого аэропорта, где по информации разведки позиций уже заняли около 20 единиц украинской техники. Продолжается транспортная блокада. Силовиками по-прежнему закрыто направление на Мариуполь и Курахово. Зато на выездах из Марьинки автомобильные пробки. Люди бегут от войны. Буквально утром в Министерстве обороны Украины сообщали об ожесточённых боях с применением танков и артиллерии. Но уже днём эту информацию опровергли ополченцы. По сведениям Министерства обороны ДНР, под видом спецоперации силовики перебазировали технику. Михаил Шикоян, ТВ-центр. Поступление взносов в Пенсионный фонд России в этом году превышает прошлогодние объёмы примерно на 6%. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил руководитель фонда Антон Дроздов. По его словам, за первые 4 месяца нынешнего года ПФР собрал около 1 трлн 200 млрд рублей. Такие поступления позволяют полностью обеспечить выплаты всех пенсий и пособий. На встрече также обсуждался вопрос о единовременных оплатах гражданам за счёт материнского капитала. В апреле в России был принят закон, позволяющий владельцам неиспользованных сертификатов получить по 20 тыс. рублей. По оценке фонда, такой поддержкой смогут воспользоваться до 3 млн семей. В условиях непростой экономической ситуации мы приняли решение разблокировать возможности использования материнского капитала и предоставить на возможности дополнительные тем, кто в этом действительно нуждается. Как идёт работа, в этом смысле обращаются люди за этими средствами и в каком объёме. Все необходимые документы подготовлены заблаговременно, и мы уже в мае месяце приступили к сбору заявлений от граждан, которые желают получить единовременную выплату. В мае месяце после обработки этих заявлений будут осуществлены выплаты, и граждане могут в любое время их получить в течение года. Заявления можно подать до 31 марта следующего года, и все эти заявления будут оплачены. Защита малого бизнеса от избыточного административного давления стала одной из главных тем встречи Владимира Путина с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. Тот, в частности, доложил о подготовке проекта закона, по которому компании с годовым доходом менее 400 миллионов рублей будут освобождены от проверок, связанных с антирыночными злоупотреблениями. Это, как уточнил Артемьев, не коснётся холдингов и естественных монополий. И сегодня же президент назначил временно исполняющим обязанности главы Ростовской области её прежнего губернатора Василия Голубева. Тот руководил регионом последние пять лет, и срок его полномочий истёк. Следующие выборы губернатора Ростовской области пройдут 13 сентября. И ещё президент назначил на пост заместителя главы МЧС Леонида Беляева. Этим же указом он освобождён от своей прежней должности начальника главного управления МЧС по Санкт-Петербургу. Реформа столичного здравоохранения позволила московским медикам обладеть самыми современными технологиями в хирургии. Об этом заявил сегодня Сергей Собянин во время посещения клинического научно-практического центра. Там проводят уникальные операции в области гастроэнтерологии и онкологии, при которых сведено к минимуму нарушение ткани организма. Это даёт возможность ускорить выздоровление пациентов и увеличить пропускную способность клиники. Репортаж Алексея Платонова. В этой операционной руки хирургов практически не касаются пациента. Все манипуляции выполняет робот. Таких установок в Москве пока всего четыре. Одна из них недавно появилась в Московском клиническом научно-практическом центре. Главное достоинство лапароскопических операций – вместо разреза маленький прокол. Заживление проходит намного быстрее. Этому мужчине во время одного оперативного вмешательства удалили сразу четыре опухоли. Через несколько дней он уже будет выписан. Как вы себя чувствуете? Уже лучше. Сложная операция была? И ситуация уникальная, и решение, на наш взгляд, в общем, такое сложное. Оно нам сложно удалось, но разделение привело бы к намного большим рискам. Несмотря на такую сложнейшую операцию, благодаря лапароскопии, благодаря новой технологии, достаточно неплохо себя чувствует. Научно-практический центр был создан два года назад на базе Института гастроэнтерологии. Реформирование позволило существенно расширить спектр медицинских услуг и пригласить на работу лучших специалистов. Сейчас здесь под одной крышей собраны НИИ гастроэнтерологии, высокотехнологичной медицины, внутренних болезней и клиника женского здоровья. Но в наследство от прежней больницы центру достались старые корпуса. Частично косметический ремонт сделали в прошлом году. Уже готов проект реконструкции. Работы начнутся в ближайшее время. Сама клиника и его материальная база корпуса оставляют желать лучшего. Поэтому мы с Игорем Евгеньевичем договорились о том, что в клинике будет проводиться большой ремонт и реконструкция корпусов. На все это выделено около 3 миллиардов рублей. Поэтому необходимо в ближайшее время закончить проектирование и начать реконструкцию и капитальный ремонт корпусов. За последние два года количество операций здесь удалось увеличить в 2,5 раза. Многие из них уникальны. Руководство центра убеждено, такой качественный скачок был бы невозможен без реформы системы здравоохранения. Хочу поблагодарить за те реформы, которые в городе идут, поскольку они абсолютно идут в том тренде, в котором развивается всё мировое здравоохранение. Нам удалось привлечь очень большое количество специалистов. Здесь вот часть стоит, это ведущие специалисты в своих областях. Мы в онкологии порядка 70% операций выполняем эндоскопические. И, собственно, это позволяет нам абсолютно на равных общаться с коллегами из всех ведущих стран. Современные технологии позволили предоставить дистанционные консультации, как для пациентов, так и для врачей. Наиболее интересные и сложные операции транслируются в интернете с комментариями ведущих хирургов центра. К просмотру подключаются до 500 специалистов, в том числе иностранных. Алексей Платонов, Александр Терентьев и Максим Панкин. ТВ-центр. Секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сегодня стало известно, что Следственный комитет возбудил дело в отношении владельцев воздушной гавани в связи с терактом 2011 года. Тогда погибли 37 человек. Сообщается, что террористы пронесли на территорию аэропорта взрывное устройство, заведово зная о халатности, ответственность за транспортную безопасность. В связи с этим, обвинение в оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности, предъявлено руководителям компании, которые эксплуатировали авиакомплекс и его фактическим владельцам. Формально аэропорт относится к активам кипрской компании «Истлайн», которая, в свою очередь, принадлежит фирме, зарегистрированной на американском острове Мэн. При расследовании причин теракта истинных владельцев комплекса Домодедова установить долгое время не удавалось. Владимир Путин сегодня подписал закон о порядке эвакуации автомобилей. Документ обязывает возвращать хозяину, вывозимое на штрафстоянку транспортное средство, если эвакуатор еще не начал движение. Закон также обязывает власти заранее, не менее чем за 20 дней, оповещать граждан об установке новых дорожных знаков. Речь идет прежде всего о знаках, которые запрещают въезд в стоянку или вводят одностороннее движение. Сегодня в России отмечают День социального работника. Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником столичных специалистов этой сферы. Мэр отметил, что праздник объединяет десятки тысяч москвичей. Они ежедневно помогают пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми, сиротами, всем, кто нуждается в особой заботе и внимании. Сергей Собянин заявил, что столичные власти сделают все для развития системы социального обслуживания, повышения качества и доступности услуг. В этом городское правительство всегда рассчитывает на опыт профессионалов своего дела. Ваша профессия требует не только специальных хороших знаний, но и лучших человеческих качеств, доброты, отзывчивости и стремления помогать людям. Спасибо вам за ваш труд, вашу чуткость и сердечность. Низкий вам поклон. Обостряя ситуацию в Донбассе, Киев ждет от Запада новых антироссийских санкций. Об этом заявил сегодня глава нашего МИДа Сергей Лавров после переговоров со своим белорусским коллегой. Глава российской дипломатии напомнил, что в Киеве отказываются снимать экономическую блокаду Донбасса до тех пор, пока не сменят там власть. А это прямо противоречит минским договоренностям, подчеркнул Лавров. Вероятно, начиная новый виток насилия во время проведения саммита Большой Семерки, Украина хочет дать Западу повод для продления санкций. Встреча 12-го. Члены Семерки заявили, санкции против России будут действовать до тех пор, пока Россия не выполнит минские соглашения. То есть это, понимаете, такой очень джокер в руках украинской власти. Мы, украинцы, будем саботировать выполнение минских договоренностей, а страдать за это будет Россия, потому что санкции против России никто не будет снимать. И тем самым, заняв такую позицию, ввязав санкции против России с выполнением одной России и минских договоренностей, наши западные партнеры, конечно, стали чем-то вроде заложников украинского правительства нынешнего. Заявление о том, что санкции против России будут отменены лишь при выполнении всех минских договоренностей, вошло в итоговый коммунике саммита Большой Семерки. Сегодня он завершил работу. Как уточнил президент Франции Франсуа Ланд, участники саммита не нашли причин отменять санкции. В то же время канцлер Германии Меркель заявила, что Запад надеется на сотрудничество с Москвой по целому ряду проблем, включая борьбу с терроризмом. С учетом таких слов, повестка второго дня саммита выглядела странно. Лидеры Семерки без участия России обсуждали вопросы, в решении которых именно наша страна играет важную роль. Слово Лилии Поповой. Второй день встречи Большой Семерки начался с обсуждения вопросов климата и энергетики. Но о том, какая погода царит в замке Ильмау, можно только догадываться. Рабочее заседание лидеров стран, мероприятие для журналистов закрытое. В распоряжении прессы только протокольные съемки с дежурными улыбками. Впрочем, и так понятно, что наряду со скандалом вокруг ФИФА, проблемой глобального потепления и угрозой со стороны исламского государства, в центре внимания участников саммита, украинский кризис и отношения с Москвой. Мы будем говорить о России и Украине, о важности для нас продолжать санкционную политику, чтобы оказывать давление на Россию и силы повстанцев, о полном выполнении Минских соглашений. Мы считаем, что есть мирное дипломатическое решение проблемы, но мы нуждаемся в поддержке Европы, в том числе в вопросе трансатлантического партнерства. Обсуждали и осуждали Россию, что называется, за глаза. После воссоединения Крыма ее членство в группе было приостановлено. Уже второй саммит проходит без нашей страны. Кому от этого стало хуже, не скрывает даже глава МИДа страны-хозяйки форума. Вряд ли кто-то сможет воздразить. Мы действительно нуждаемся в России в качестве конструктивного партнера, как минимум для обсуждения сложившейся ситуации в Сирии. Но Барак Обама в Германию приехал явно не за конструктивным диалогом. Его заявление скорее монолог, который обсуждению не подлежит. Экономика Европы страдает от ответных санкций России. Ничего, надо потерпеть, лишь бы наказать Москву. Американских-то производителей запрет на ввоз продукции практически не задел. Трансатлантический договор, который США пытается продавить, вот уже два года повредит Европе. Ничего. Зато место европейских товаров смогут занять более дешевые, но менее качественные продукты американских поставщиков. И кажется, все у Обамы получится. Такая влиятельная фрау Меркель, канцлер страны, чей голос имеет огромный вес в Евросоюзе, расплывается в улыбке и называет Америку другом и настоящим партнером. Голоса недовольных европейских налогоплательщиков в высоких кабинетах не слышат. Замок Эльмао стал неприступной крепостью и для демонстрантов. Этот торговый договор повредит Европе. Выгоду извлекут только США. Америка — родина так называемых глобальных конгломератов, которые навязывают нам свою политику, не учитывая интересов самой Европы. Ее народов. Вот почему мы должны выступить против доминирующей идеи глобализации и ее инициаторов. Подобраться близко к замку участники акций протеста не могут. Место проведения саммита оцеплено кордонами. В обеспечении порядка во время мероприятия задействовано почти 20 тысяч полицейских. На организацию потрачено 360 миллионов евро. И это тоже вызывает недовольство населения. Такие деньги только за то, чтобы 7 человек встретились и поговорили. Удивляются они.